Елена Николаева родилась 9 февраля 1983 года в Москве. Елена выросла в семье, где любят и интересуются танцами. И бабушка, которая занималась в художественной самодеятельности, и мама, известная артистка балета. Все они привили маленькой Лене уважение и любовь к танцу, хореографии, труду на сцене. Совсем малышкой она начала занятия художественной гимнастикой. Но строгая диета спортсменок не устраивала любящую бабушку. Девочку отвели на обучение в балетную школу Анатолия Борзова, где она и проучилась с 1993 по 1995 год. В 11 лет отличная подготовка и упорство девочки были оценены на экзаменах в известный ансамбль Игоря Моисеева. Здесь она окончила обучение, после чего стала участницей ансамбля песни и пляски «Небо России». После окончания общеобразовательной школы и балетной студии Елена решила попробовать силы на актерском поприще. Первая попытка оказалась неудачной. В театральную школу студию МХАТ ее не взяли. На следующий год девушка подала документы в ГИТИС и здесь ее ждала удача. Под руководством Олега Кудряшова студентка успешно отучилась на актерском отделении режиссерского факультета. Яркий художественный талант, искренняя игра на сцене были по достоинству оценены руководством Государственного театра наций, где ей и предложили служить. Началом кинокавьеры Елены стала роль в фильме «История весеннего призыва». Фильм вышел в 2003 году и рассказывал о будущем десантнике Ване, который мечтает о службе в армии. Его девушка, напротив, не желает расставаться с любимой будущей еще студенткой ГИТИСа. Елена сыграла роль подруги, возлюбленной десантника. В 2008 году Елена получила роль, которая принесла ей популярность и одобрение мастеров. Фильм «Девочка», в котором Елена исполнила роль обычной ученицы московской школы Лены Ярцевой, многим зрителям запомнился именно благодаря талантливой и яркой игре главной героини. Причем все песни, которые исполнял ее персонаж, были записаны самой актрисой. Кроме того, и Николаева приняла участие в работе над песней «Капкан», также полюбившейся многим зрителям. В 2009 году Елена получила приз зрительских симпатий 18-го международного фестиваля актеров кино «Созвездие-2010». За главную роль в мелодраме «Фонограмма страсти», а ее Саша Берестова из сериала «Золото скифов» надолго стала любимицей многих телезрителей. С каждым новым фильмом Елена раскрывает все новые границы своего актерского таланта. В каждой новой киноленте находят возможность ярко и глубоко показать характер своей героини, сделать его выпуклым и человечным. Именно поэтому ее работы оставляют яркие воспоминания. И хотя в каждом фильме актриса работает с полной самоотдачей, критики выделяют несколько наиболее удачных ее ролей. Среди них такие, как «Две зимы и три лета», «Шхера-18», «Клуши», «Пока цветет папоротник» и, разумеется, фильм «Мамочки». В сериале «Мамочки» Елена не только читает закадровый текст, но и дает советы Светлане Колпаковой, с которой уже работала в фильме «Я вернусь». Дело в том, что среди остальных актрис лишь она является реальной мамой двух милых ребят и потому может дать правильные рекомендации по созданию образа хлопочущей матери. Сразу после окончания ГИТИСа Елена вместе с матерью отдыхала на курорте, где встретила будущего мужа Константина. Супруг Николаева не имеет отношения к шоу-бизнесу и не любит шумихи, связанные с известностью его жены. У Елены и Константина есть сын Артемий, который родился в 2009 году, и дочь Вероника, которая младше брата на три года. В свободное от актерской деятельности время Елена любит заниматься разведением цветов, рукоделием, часто путешествует с семьей на любимом внедорожнике. Кроме того, она много читает, рисует, активно участвует в благотворительных акциях. В 2008 году актриса принимала участие в 6-7 Венском балу в Москве, как дюбитанка. Елена поддерживает теплые и дружеские отношения с бывшими однокурсниками. Вместе они создали арт-группу «Сам», в рамках которой часто дают музыкальные концерты. Субтитры создавал DimaTorzok